Я буду с города Пайку. Прекрасный украинский город. Как не город, а место. На вашем порченном церковнославянском это называется город или город. На порченном славянском? Церковнославянском. Борис Успенский, ваш один из лучших лингвистов, профессор, говорит четко, что ваш современный русский язык это по факту порченый церковнославянский, которому... А, испортили церковнославянский, то есть староболгарский язык и получили современный русский, да? Абсолютно верно. А кто портил? Суржик. А кто портил язык? Суржик по факту. Ага. А суржик это что? По-русски можно, чтобы я понимал? Ну вот, когда в церковнославянский добавляют какие-то свои местные, точнее не местные, а татарские, финно-угорские, иностранные слова, получается суржик. Не чистый церковнославянский, а мешанный такой. Ну, наверное, не татарские, а тюркские, потому что татары говорят на тюркских языках, на тюркских делах. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Можно уточнить у вас, как по вашему батьку? Так вы сказали, так вы сказали по нашему батьку. А как по вашему окец? Я сказал батьку. Батьку? Вы сказали только что, как на украинском будет батьку, так это и есть батька. Вы почитайте у Бенгауна. У Бенгауна почитайте. А карандаш? Как по-украински карандаш? Скажите, а как по-российски будет фритюр? 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 Так и будет. Ну вот, вот это смысл ваших вопросов. Вы задаете то, что так и звучит на вашем языке. Правильно, и карандаш, и халат, и очаг, и деньги, да? Деньги по-украински, есть деньги в слове? Вообще прекрасное сравнение. Деньги это тюркское слово от слова тенка, тенга. Правильно, правильно. А у нас гроши, а у нас гроши, а у нас гроши, а у нас гроши, представляете? Вы поучили власную мову, вы не знаете навіть, звідки воно пішло. Это же про вас, про это и пишут, как раз ваши лингвисты про это и пишут. Что у вас мова ваша, прочина церковнославянская, с добавками тюрскими, так пишет ваш Шишков, историк еще лингвист, 18 века. Он пишет, что если отделить, сейчас прочитаю, цитата, если славянский язык отделить от российского, то из чего же сей последний состоять будет? Разве из одних татарских слов, видите, не тюркских, татарских он говорит, Разве из одних татарских слов, как-то лошадь, кушак, колпак, сарай и прочее? Да и из площадных и низких, как-то каляка, теченица, хохлица и тому подобных. Да и из чужих странных, как-то гармония, элоквенция, серьезно, авантажно и прочее. То есть, вот ваш язык, половина церковнославянский, половина татарские, европейские там какие-то, да, иностранные слова и так дальше. Турский язык, да, это присутствует... Не, ну вы спорите с Шишковым. Шишковый это лингвиста 18 века. Вы только когда писал о 18 веке, это вообще шоколадный источник знаний, прям, я не знаю. А Борис Успенский, а Борис Успенский, это историк современный уже и сейчас живет. В 1994 году работа у него, как там, краткий очерк истории русского языка, вроде литературного языка. Он говорит, что русский язык, в принципе, не противопоставляется церковнославянскому, но объединяется с ним на глубинном уровне. Словянский и русский, в скобочках, это в сущности один и тот же язык. Причем русский разговорный язык представит как результат порчи языка славянского, обусловленный главным образом иноязычным влиянием. Поэтому русский литературный язык должен ориентироваться на церковнославянский и вместе с тем должен быть очищен от иноязычных элементов, поскольку церковнославянский язык, в принципе, изолирован от иноязычного влияния, он воспринимается вообще как предельно правильная раздвижность языка. Вот все. Зачем? Зачем это делать? Очищать? С какой целью? Это вы спросите у Успенского. Я думаю, он лучше знает, он российский лингвист. Хорошо, а вот скажите мне на украинском, пожалуйста, скажите, выдвинуть кандидата, как будет в украинском? Кандидата в депутат. Слушайте, я вам знаете, что еще скажу? Что украинский язык можно увидеть на граффити Софии Киевской еще с 11 века, где пишется кволый, тато, геть. Что такое кволый? Можете объяснить? Да. Кволый, здоровый. Или больной. Больной, наверное. Видно, сразу видно человека, который никакого отношения к славянам не имеет. Ох, вы молодец. Биола, он же билая лошадка, да? Можете мне перевести? Можете мне это перевести? Нет, не могу. Почему? Это на граффити Софии. Это же древнерусская. Это древнерусская. Древнерусский то, что вы говорите. Это же язык древнерусский. А я вам переведу. А я вам переведу. Мати не хочет дитини бежить геть. Мати не хочет дитяча бежа геть. То есть тут фактически 70% одно, как, с современным украинским языком объединяется с Пукулой. Я же так думаю. А что тогда было на ваших территориях, напомните? Когда в 11 веке на Софии Киевской писали свои послания. А в наших территориях это где? В наших территориях где? Ну, Москва, там, Рязань, там. Ну, вот это. О, тогда Москвы еще не было. А, Москвы еще не было. Молодец. А как племена? Какие племена туда жили? Да я откуда знаю их. Какие хотели, такие жили. Финолгорские там жили. О, Финолгорские там жили. В том районе. Вы вообще молодец, оказывается. Тут. Отлично. Здесь, Неря, Эрдям, Мокша. Вот. И каким образом эти племена научились говорить на церкви на Славянском? На русском? На церковно-славянском. На русском. Не, русского тогда не было. Тогда был только церковно-славянский книжный. Не было. Да. Церковно-славянский тогда был только. И финно-угорский. Как это стало потом русским языком? Можете объяснить? В людьмере есть вообще ни в каком языке разговаривать не умело. Пришлось разговаривать на церковно-славянском. Что, что, что? Привнесли туда. Киевские князья принесли туда русский церковно-славянский язык. На каком языке написано «мати, не хотяча, дитяча, бежа геть»? На каком языке? На древнеславянском. У вас каша вообще страшная. Вот это «мати, не хотяча, дитяча, бежа геть», «кволы», «тато» и так дальше, это есть древнерусская мова, живая мова, живой язык. Руси, а церковнославянский – это книжный церковный язык, который использовался для письма, для богослужения и так дальше. То есть все, что сюда принесли, это чтобы была возможность писать на церковнославянском, духовные какие-то семинарии, какие-то церковные проповеди и так дальше, понимаете о чем я. Живой язык один раз, книжный два. На болотах, т.е. Москве, Москвы не было, там жили племена финно-угорские, живой язык финно-угорский, книжный церковнославянский. Вы поняли, да? То есть в Украине русский, тот, что древнерусский живой и церковнославянский, тот, что книжный. На болотах финно-угорский и церковный, понимаете? От финно-угорский надо различать, финский язык он все-таки отличается от угорского. Ну, конечно. Их объединили из-за Карелов. Из-за Карелов в ЗАЭСов объединили. А вообще финский язык, он немножко другой. В угорском отношении мало имеет. Ну, так, слушайте, есть еще один лингвист. Унбегаун, короче, тоже российский лингвист. У него есть работа языка русской литературы и проблемы его развития. Он пишет, что в двух недавних статьях я пытался обосновать непрерывное развитие без какого бы то ни было разрыва русского литературного языка с киевского периода до наших дней. Это положение неизбежно приводит к выводу о церковнославянской природе литературного языка, лишь постепенно русифицировавшегося. Русификация эта протекала неравномерно в разных частях языка. Фонетически церковнославянский язык обрусял с самого начала переноса его на восточнославянскую почву. Морфологическое его обрусяние продолжалось многовеков и было закончено, за некоторыми исключениями, лишь в 19 веке. Дальше. В своей основе словарный состав современного русского литературного языка продолжает оставаться церковнославянским. И не только оставаться, но и развиваться, и обогащаться при помощи церковнославянского. Словообразование. Какой год был? Какой век? Что? Вот эта работа, которую он писал. Работа эта 1968-го. Успенской 1994-й. До этого писал еще Алексей Шахматов, та же академика Российской империи. Тоже самое пишет. Это работа. Какая работа? Докторская? Кандидатская работа? Или просто личное мнение? Смотрите. Умбегаун Борис Йенрихович. Это русский ономатолог, лингвист, фиолог, профессор, специалист по славянским языкам и литературе. То есть, какой вывод? Это профессор, это профессор-лингвист, который пишет работу? Так это его работа. Правильно. Но если он профессор-лингвист, то он просто какое-то свое мнение пишет или он основывается на куче источников, на куче других работ? Нет? Да, конечно. Давайте исходить из того, какие у него источники. Можно перечислить, на какие источники он ссылался, с какими источниками знакомился, чтобы сделать вот такие странные выводы. Странные выводы? Обогащается церковно-славянским, да. Смотрите. Так это русский язык обогащается церковно-славянским. Если количество слов в лексиконе церковно-славянском ограничено, я не знаю, там, наверное, десяти тысяч слов-то не будет. И сейчас в современном русском языке около четырехсот тысяч слов. Слушайте, вы можете спорить, вы кто? Вы где работаете? Я? Я? Смотри, где работаю. Видишь? Это где? Автозак или что? Да. Автозак, да. А, вы водитель, да? Водитель автобуса. Кого возите? Я могу людей. Ну, детей или просто? Ну, то есть, вы водитель автобуса, очень легко разнесли профессоров-лингвистов ваших же российских, которые потратили 20-30-40 лет на изучение этих вопросов. Вот также Борис Андреевич Успенский, это советский и российский филолог, лингвист-семиотик, историк языка и культуры, теоретик искусств, доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией и лингво-семиотических исследований. Про него я ничего не сказал. Вот. Про Успенский я молчал. Так у них идентичные выводы, понимаете? У них идентичные выводы. Успенский еще пишет про деглосию в Руси, то, что я вам сказал. Попробую. Рудкий язык обогащается церковнославянским? У него такой же вывод? Это Успенский, вот такой же вывод. Я ж вам сказал, что Успенский пишет, что должен ориентироваться на церковнославянский. Вы ж помните. А, должен ориентироваться, то есть не обогащаться уже, а ориентироваться на церковнославянский. Тогда он будет русским языком. Так смысл уже не тот же. Как ваш язык, скажите, как ваш язык назывался до грамматики Ломоносова? Понятия не имею. Вот. Русский. А русский? Русский народный язык, да. Ага. Вот. Вы, как водитель автобуса, сказали, что он так назывался. А я, как студент, выпускник исторического факультета, вам скажу, что, опираясь на источники, сейчас вам скажу, какие. Например, есть источник Антонио Посевини. Это у нас итальянский посол, времен Ивана Грозного, который побывал и лично видел царя. Он пишет, он пишет, он пишет, он пишет, что язык назывался московским, либо московицким. То есть он пишет, смотрите, следующее. Они не знают славянского языка. Секундочку. Они не знают славянского языка, хотя он настолько близ... Ну, секундочку, не перебивайте. Они не знают славянского языка, хотя он настолько близок к польскому и русскому, что тот священник-славянин, по национальности которого я послал в Москву, уже очень скоро стал многое понимать из московицкого языка. Хотя, напротив, московиты с большим трудом, по-видимому, понимали по-славянски. Что имеется в виду? Славянский – это церковнославянский, это то, что староболгарский, потому что по Севине, вот тут дальше переводчик-историк говорит, что по Севине термином славянский язык обозначает язык южнославянских областей Балканского полуострова. Славянином он называет дреноцкого уроженца загреба. Вот, то есть это староболгарский, церковнославянский, то, что славянский. Слушайте, русская мова – это та, что в Украине живая русская мова. Еще в Милете Сматыцкого была грамматика, как раз там есть примеры живой русской мовы, и она звучит почти как современная украинская. Дальше он пишет, что не может понять живую речь староболгарскую, если болгар должен к нему обращаться. Но болгарин, который читает вот это письмо церковнославянское, он легко это, ну, очень быстро понимает. И этот язык обозначается московицким. Сейчас вопрос вам на засыпку сразу же. Вот этот источник, который вы сейчас мне зачитали, вы его читали в переводе или на языке оригинала? На оригинале, тогда все работы писались на латыни, если мы западный язык, например. То есть вы его читали в переводе, я так понимаю, уже не в первом переводе. Смотрите, вот без перевода, без перевода, секундочку, не перебивайте. Без перевода, вот читаю, другой уже источник, Фредерик Ростерт. Это датчанин, секретарь, научный коллекционер, 1648 год, 1726. В 1726 году, значит, работа Росгардская библиотека, разделенная на две части. В первом представлены печатные книги, во втором рукописи. Значит, пишется на странице 166, пункт 1783, грамматика московская, издана в Москве, 1648 год. На латыни это пишется как грамматика московитика. Москва, и тут год вот этих, 1648. Все. Так московитика. На латыни московитика пишется. Сам текст вот этого учебника, или труда этого, или что там, не название учебника, не название этого труда, а сам текст на латыни прочитать, а потом перевести, он доступный нам и вам лично русский язык. Так уже переведено, я не понимаю, что вы хотите. Вы как водитель автобуса не понимаете, что вы от меня хотите, который разбирается в лингвистике. Вы читали все-таки первый источник, а не переводы. Так это и есть первый источник. Третьего, четырех. Это и есть первый источник. Я вам только что-то читал на латыни. Грамматика московитика. Вы только что зачитали название учебника на латыни. Вы не прочли фразу, которую вы прежде говорили мне, не прочитали ее на латыни. Вы ее почитали на ломаном русском языке. Смотрите. Тогда давайте не латынь берем, а давайте берем ваши летописцы, московские, московитские, как хотите. Новый летописец. Новый летописец. Царствования Федора Ивановича. Так летопись называется. Новый летописец. Загуглите, найдете. Значит, там пишется как раз таки про, значит, читаем, пункт 116 о послах литовских. Пришли з Литвы послы к Москве от короля польского Жигимонта, прося у него растроги землю вплоть до Можайска. И о том говорили, чтобы он обещание свое исполнил, и с ним польским и литовскими людьми заодно на крымского царя шел бы войной. Он же злодей, являясь перед московским народом, отвечал. Ни единой пяди московской земли не отдам в Литву. А сердце его укаянного давно к ним лежало, чтобы им желанное их получить. Это просто он вспоминает московскую землю, московский народ. А дальше сейчас хочу язык, где он упоминает. Сейчас. Да, ну ты, пожалуйста, на том языке, на каком это было написано? На русском языке? Это цирконославянский. Ну, не, ну вы прочитали на русском языке. Так это правильно. Правильно. Ваш русский – это почный цирконославянский. Вы это прекрасно понимаете. Я же вам говорю. Абсолютно. Почитайте, на каком языке писались летописи в 16 веке в московском государстве. Так, сейчас, секундочку. Буквально подождите, я хочу про московицкий язык. Я где-то видел. Вот смотрите, что он пишет за царя Василия Шуйского. Слушайте. Осиф в монастыре царя Василия взял с собой и пошел к королю под Смоленск. О горе лютое, московскому государству, как не боясь Бога, не помню крестного своего целования. И не постыдитесь от всей вселенной. Сраму не померли за дом Божий. При чистой Богородице, за крестное целование государю своему. Хотя днем своим отдали московское государство латинянам и государю своего в плен. О горе нам, как нам явиться на передавнем суде и избивателю своему Христу. Дальше пишет. Царь же Василий стоял и не поклонились королю. Он же ему, говорили, поклонись королю. Он же крепко, мужественным своим разумом, в конце жизни своей воздал честь московскому государству и отвечал им. Не подобает московскому царю поклониться королю. Так. Московским изменникам. В общем, тут здесь про московское государство, московского царя, московский народ. Я понял. Я услышал. Я услышал. Я хочу увидеть текст на вашем экране. Вы можете сделать трансляцию экрана и посмотреть, какой азбукой, каким шрифтом написан этот. Чтобы вы так легко и прочитали. Так. Новый летописец. Трансляцию экрана. Новый летописец. Откройте трансляцию. Да, сейчас покажу. Не буду я вам трансляцию. Мне бан не нужен. Вот. Новый летописец. Летопись. Видите, вот. Да. Вот. Сейчас вам текст найдем. Было бы прекрасно, если бы вы еще сами заруглили. Чтобы я тут не распространял. Я не могу. Один телефон я не могу гуглить. Пока я в руках один телефон. В общем, смотрите. Здесь российские сайты. Вот я, если вот так вот открываю, и вот здесь клацаю, и вот перейти. Мне вот такое показывает. Потому что у меня VPN нужен, чтобы зайти. У меня, Украина, не дает мне VPN, значит, зайти по ссылке российской. Я не проклятываю. Вы зайдите. Не, слава Богу, я абсолютно поддерживаю. Вы, значит, запомните. Новый летописец. Сказание о царствовании Федора Ивановича. Найдите, значит, пункт 116. Да? Про вот этих московских людей. Народ московский. И там вы увидите, на каком языке написано. Вы удивитесь, но вы поймете текст спокойно себе. Потому что церковнославянский. Я понимаю текст церковнославянской Библии. В детстве читал в легкую. В легкую. В отлично. Когда научился читать, читал легко церковнославянский язык. В Библии. Ничего не понимал. Смысл для меня не доходил. Мой ребенок. Но было интересно, что я могу читать, оказывается. Эти все титлы, все эти йоты, яти и так далее. Уки, оуки. Все эти буквы были понятны. Ну, смысл для меня не доходил. Тем более, это такой вот. Смотрите. Литургическую тексту. Еще такая интересная вещь. Вот это, что вы говорите Библию, читали. Вот смотрите. Есть, значит, сайт Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Здесь, в статье ихней, еще с самого начала про историю церковнославянского языка, они пишут следующие вещи. Термином «старославянский язык» применяется к церковнославянскому языку эпохи святых братьев Кирилла и Мефодия и их учеников, то есть к IX-X веку. Кроме того, между терминами «старославянский», «древнеславянский», «древнецерковнославянский» и «древнеболгарский» можно поставить знак равенства. Это одно и то же. Старославянский язык быстро распространился среди славянских народов. Под влиянием живых местных диалектов он приобретает определенные особенности, характерные для разных славянских языков. Уже самые ранние памятники X-XI веков отражают черты, свойственные речи переписчиков. С течением времени у каждого из славянских православных народов богослужебный язык стал выступать в местной редакции, варианте, изводе. Так сложилось. Старославянский язык, болгаро-македонский, сербо-хорватский, чешской и муравской редакции, Вполне естественно, что масштабная христианизация Руси в конце X века повлекла за собой возникновение старославянского языка русского, восточнославянского, извода, иначе называемого церковнославянским языком. Отличительные особенности церковнославянского языка. Неразговорный язык. Язык богослужения. Язык письменный. Язык, имеющий высокий стиль. Учебный предмет в России до 1918. В XVIII веке церковнославянский язык утрачивает статус литературного языка. Эту роль он отныне играет русский язык. У церковнославянского языка остается только одна исконная функция, которая выполняется им до сих пор. Бить языком богослужения и богослужебной литературы. Влияние церковнославянского языка на русский... Секунду. Смотрите, тут еще не конец. На протяжении XI-XVII веков церковнославянский, как и его предок, выступал на Руси в роли письменного, литературного, оказав огромное и плодотворное воздействие на развитие собственного русского литературного языка. После принятия христианства русские люди учились считать и писать по книгам, написанным на церковнославянском языке. И церковно-литературные воспроизведения писались на старославянском с прибавлением некоторых, да и нерусских, элементов. В дальнейшем... Ну, тут просто интересно, тут все по полочкам. Я понимаю, что это все по полочкам, но... То есть мы сделали вывод. Не-не-не. Мы ничего не делали. ...посыл быть языком общения. Но мы сейчас только что пришли к выводу. Мы... Прочитали, что в XVI-XVII веке церковнославянский стал играть только одну роль. А язык русский возник, значит, из церковнославянского. Заимствование из тюркских языков, из немецких языков, латинских языков, да? И иных языков, которые он до сих пор так же благополучно поглощает, так же, как и украинский язык. Скажите, слово сайт, файл вы используете в твоем языке? Смотрите. В украинском. Мы не делали никаких выводов еще. Это все делают выводы лингвисты. Что? Профессоры. Академики. А мы что, не имеем права сделать свой собственный вывод? А мы должны опираться на их работы. Это как работает, в принципе, наука. Не может быть какой-то водитель автобуса сказать, что если это вот так, как я думаю, что файл это исконно русское слово, то так и будет во всех учебниках. Любые учебники опираются только на ученых, на историков, лингвистов, генетиков, антропологов, биологов, всех кого угодно, только не водителей автобусов. И вот мы читаем также на этом же сайте московского патриархата. Они делают тот же самый вывод. Кроме того, не только это делают вывод. Они пишут, что церковный сварянский язык проникает в художественную литературу и даже в государственные акты. То есть, вот все это издается. А Пушкин Александр Сергеевич является создателем современного русского литературного языка. Современный литературный язык содержит значительное количество различных элементов церковнославянского языка. И дальше они говорят, что церковнославянский язык для русского человека является родным языком. Более 55% всех элементов современного русского языка прямо или косвенно восходят к церковнославянскому языку. Буквы, принципы орфографии, слова и выражения, целые грамматические категории и синтаксические конструкции. Сознательное усвоение современного русского литературного языка невозможно без церковнославянского. В Ломоносово, Державино, Кантемиро содержат их тексты 93% церковнославянизмом. Это 18 век, понимаете? То есть, до 18 века, вот это то, что вы называете сейчас русским языком, на 93% состоялось церковнославянизмом. Там остальные татарские, татарские иностранные вставки, тому подобное. То есть, что можно сказать по этому поводу? Что? Ну, какой вывод? Да, какой вывод у вас? Ваш вывод. Если исходить на все эти источники, посылаться, то что такое ваш русский язык сейчас? Русский язык является самостоятельным языком славянским, основанным на церковнославянском языке. Основа является церковнославянский. А церковнославянский язык какой? Это живой язык? Новгородский. Новгородский. Это живой язык? Нет. Это искусственно созданный язык, я хотел вас спросить. Кем он создан искусственно? Кириллом и Мефодием. Это староболгарский язык. Кириллом и Мефодием создали азбуку, так называемую кириллицу ныне. На основе чего созданы это? Моравские, болгарские языки, славянские. Моравские и болгарские. Азбука на основе чего созданы? Азбука на основе чего созданы? Азбука на основе греческого алфавита. Вот. Для чего создана? Для донесения до всех славян безграмотных. Слово Божие. Отлично. Прекрасно. Таким образом, ваш язык сейчас на 50% состоит из искусственного церковно-славянского и иностранных вставок. Вот. А ваш язык украинский на сколько состоит из церковно-славянского? Давайте почитаем. На 100%. Давайте почитайте. Насколько процентов состоит украинский язык из церковно-славянского? Насколько, что он живой, а не искусственный. Вот в чем интерес. Так. Он намного сильнее оказался финно-угорских языков. Нынешний русский язык. Секундочку. Да на секундочку. Не перебивайте, если хотите услышать ответ. Так. Вот. То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Значит, смотрите. Смотрите. Так. У нас еще есть 13 минут. У меня надо будет людей сажать. Отлично. Хорошо. Надо побыстрее. Смотрите. То, что я вам... Побыстрее, потому что мы закончили. Ну да, я понял. Так. Смотрите. Значит, открываем первое, что мы делаем. Это открываем Lexis Lavrenia Zazania. Слышали про такое? Что такое век? Век такой, нет. Конец 16 века. И теперь мы... Сейчас, секундочку. Буквально. Нужно открыть. Так. Вот. Открываем. Значит, читаем следующие вещи. Значит, кто такой Zazania? Zazania Lavrenia. Тустановский тот что? Это украинский и белорусский православный духовный писатель. Просвятитель, переводчик и церковный деятель. Значит, в типографии ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-то. В 1596 году он издает Lexis. Это первый печатный церковнославянский... Секундочку. Первый печатный церковнославянско-русский словарь. Представляете? Значит, что тут здесь есть интересного? Русский с мягким знаком, да? Да, да, да. И с одной S. Я правильно понимаю? Абсолютно. Смотрите. Слова. Церковнославянское первое слово, второе русское. Благодатный. Лечу. Враг. Ворог. Вражда. Ворогова неприязнь. Враждую. Ворогую. Визиваю. Закликаю. Винюмаю. Зарозумеваю. Винюмание. Зарозумевание. Глагол. Мова. Глаголю. Мовлю. Глаголание. Мовлення. Господствую. Паную. Господство. Панство. Дело. Вчинок. Достаточно. Вы поняли, да? Русская мова. Дякую. Ворог. Русская мова. Русская мова. Это источник. Первый источник украинского языка. Я правильно понял? Это старую. Староукраинская. Смотрите. Староукраинский язык. Абсолютно. Абсолютно верно. Староукраинский и старо-белорусский, да? Современный русский язык. Современный русский язык. Современный украинский. Это, значит, потомки церковнославянского староболгарского языка. Смотрите. То, что на церковнославянском звучит как «желаю», на русский, то есть староукраинский, «жадаю». Понимаете? Украинский язык Он как раз таки Оставил в своем Ну в своем словарном запасе Минимум Церковнославянизму Современный Ну дайте договорить, не перебивайте Современный русский Ну я понял, современный русский Он наоборот Оставил больше процентов Сейчас это свыше 50% Церковнославянизму А украинский там и десятин наберется Понимаете То есть Русь Камова жила Тут победила Она вышла главной Я понял Вопрос сейчас на засыпку Кто быстрее и точнее Донесет свои Замыслы, идеи И транслирует их Языком русский язык или украинский язык У кого более выразительный язык У русских или украинцев Это очень интересно В 19 веке как раз таки В статье далее писалось, что Украинский более легко доносит Такие вещи Чувствительные Нежели русский Если понравилось видео, то не забудьте подписаться, а також поставить лайк И подписаться на мой телеграм-канал Это очень важно, так как после атаки российских ботов Ютуб не всегда показывает мои видео через повещения Рассково перейдите в телеграм-канал и подписаться Это очень и очень важно для поддержки украинского четвертичного контента Слава Украине